Как же он стоит в царстве? Если я силой вельдеулы изгоняю, то останавливая ваша честь силой изгоняю, потому они будут вам снижать. Все слышали эти слова? А написаны и следуют описания. Христос говорит о сатане. И надо признать, что это личность. Иначе слова Христа теряют смысл. Он разделился. А разделился ли сатана или нет? А согласно того, что обвиняли в чем Христа, сам был десноватый. А десноватый это демон вошел. Демоны получили приказание от своего господина сатаны, войди в эту душу. А теперь сатана приходит и выгоняет их? Он так не делал. Он не разделился. Как они об этом не подумали? Я стал исследовать, посмотрел разделение, предлагается на каждом шагу. Вот сегодняшнее евангельское чтение. Господь говорит Петру, любишь ли меня? Первый вопрос. А это не только к нему, а к нам. А тогда? Паси овец моих. А если не любишь, давайте от обратного. И вот зачем ты пришел тогда? Прошь дороги. Так это вопрос, что сегодня ни одному не задают священнику, который готовится стать священником. Ни одному архиерею. А кого любить, когда он их не видел? Он может сказать, люблю, видел. И он означает на каждую, на приход, который он в глаза не видел. Только один, а приход большой, доход большой там. Только об этом спрашивают. Христос не сказал, любишь ли ты стричь овечек. Не сказал, любишь ли ты их мясо сдирать. А любить овец, это означает довести их до Старства Небесного. Смысл-то какой? Заложен в этом-то. А ведь делается совсем наоборот. Разделился человек надвое. На небес и на землю. Одним глазом, говорит, на небо смотрит, другим на землю. А куда он уйдет? Далее. Выходит Петр. А я на нет. Уже разделился. Да мы всегда были вместе. Да что, Сарствие Божие разделилось? Господь так делает. Они не против были друг друга. Мы можем жить в разных местах. В разных городах. Но делать одно Божие дело. Слово разделение страшное дело. Но иногда Господь специально отделяет, как Павла, от Варнавы. И уже два святильника сияют в разных местах. Из Икиля 37-22. Господь дает обещание благословения стране, Израилю и Иудею. И не будут уже более двумя народами. И не будут уже вперед разделяться на два Старства. Куда ни посмотришь, везде два Старства. Христова Церковь разделилась Запад, Восток, Католицизм, Православие. Православные разделили старообрядцы, новообрядцы. А старообрядцы, приемлющие поповства и неприемлющие. Чем дальше идет, и все обязательно так. Сектанты. Сектанты есть такие, которые говорили языков и неговорения. Все везде разделено. А языческий мир, языческий тоже разделился на мусульманство и на буддизм. Больше у них нет религии. Там они тоже не считают. А мусульманство разделило в шииты и сунниты. Как задумываешься? Так это что везде такое? Везде человек состоит из тела и из души. И семья, муж и жена. А если муж и жена, это одно. Муж и жена и дети. Муж и жена, это одно. И дети, и друг друга. Все разделяется везде. Но есть божественное восстановление как семья. И здесь должно быть единение. У пророка Даниила 2.41. Говорит. А что ты видел ноги и пальцы на ногах? Частью из глины горшечной. А частью из железа. То будет царство разделенное. Может у нас потеряете кое-что из глины, а кое-что из железа. Из железа это положительно, а из глины погрязли в земных делах. И все судя только земного. И поэтому это царство не устоит. Сирах 47.23. Премудрый, рассуждая о Соломонии, говорит. Ты положил пятно на славу твою. И отвернил семя свое так, что навел гнев на детей своих. И власть разделилась на двое, и произошло непокорное царство. Это уже проходят столетия. Сирахо просматривает, как история развивалась, и теперь два народа. И столетиями они воюют и воюют друг с другом. Вот сейчас строй какой? Демократический, монархический. Ну как будто бы все это свободное. А не свободно, тоталитарно, фашизму, коммунизм, я стал смотреть. И везде все наоборот. А другие горе строя, никакого больше не было в русском мире. Но сатана может это еще придумать. Может придумать, но пока не придумал. Все разделяется. Считаем. И обратить сердца отцов к детям и сердца людей, как самых, чтобы я, при я, не поразил землю проклятием. Разделенные, оказывается, отцы с детьми. А почему? Отцы знали закон. Сыновья скупили. Сыновья приняли Христа, а отцы держатся за старый закон, который устарел. Значит, надо обратить на закон, как принято говорить, корни нашего происхождения. И услышать, что новое принес нам Господь. А новое, это получили апостолы. А парисеи, которые держали за старое, это отцы. Старозаконник 17, 9, 11. И вот я увижу, что спорное дело между судьей и судьей. Пойди на место, которое изберет Господь, и спроси их, и они скажут тебе, священники, и поступай так, и не уклоняйся ни налево, ни направо. А то поступит дерзко, и не поступит так, как сказал ему священник, истреби такое зло. Так он мог неправильно сказать, все равно надо было послушать. А споры были из-за коров, из-за бутлов, упал с крыши, постравили посевы где-то. Ну, к одному, кажется, он прав, а к другому другое. А куда пойти к священникам идти? Раньше все было так. Батюшка сколько раз об этом говорил. У нас в усаре принято. И вот эта вольность ничем не объяснимая, кроме презрением. И кто будет презрительным, истреби это зло. Что истреби, то есть убей. Сейчас этого не делается. А сегодня не убивай. Ты совсем не разумный. Сегодня, если не убивай, это значит на суд Божий идет. Златоуз говорит. Сегодня-то страшнее. Тогда убили, так еще Христос ходил в преисподне, там некоторые еще могли спастись. Сегодня-то этого не будет. Ну, трудно сказать, батюшка, я еду куда. Ехать мне или не ехать? Спрашиваю, девочка, отправляйте в город? Не отправляйте. Вроде благословения пришли брать. Батюшка говорит, я не благословляю. Хай, ну пошли. Только в захаре, что ли. Совершенно неверующий народ собрался. И откуда вы взялись такие? Да священник сказал, не благословляйте, замри. А у меня мать, теща неверующая. Да кто-то меня прокляет. То есть такой бред несут. Вы ни Бога не знаете, ни Христа не боитесь, ничего. Что попало, говорите? Ты должен прийти, упасть, обнять дочь и сказать, хода нет. Вы троп огромный, батюшка не благословил. Ты имеешь право прийти, скажи, батюшка, а объясни, а почему ты не благословляешь мне ребенка, отправить в город? И он тебе объяснит, потому что ты уже потерял свою дочь. Тебе ее не вернуть. Ты ее не воспитал христианкой доброй, нежной. А там она сразу переоденется в мужскую одежду, и она будет на удочке у сатаны. Тебе ничего не сделать. Ты сейчас совсем не понимаешь, что ты только из одних детей не спасешься, как Ильи. Детей не воспитал, и Господь говорит, сломлю тебе хребет. И ты ничего не понимаешь. Вы слушайте внимательно. Мы для чего в храм-то приходим? Для того, чтобы отстоять, отметиться. Я был в храме и пошел. Кара законе 19.17. Пусть пристанут предсуди, которые будут в те дни. И как боялись лишиться рода защиты. У каждого свой род. Я считал биографию Магомета, и когда он оказался без защиты рода, пришлось сбежать. Род это все остается в защиту, сколько их есть. Ты один. У тебя никого нет. А я к кому-нибудь там привел к каким-то сектантам. Никогда бабушка этого не скажет. А ты человек верующий. Ты потерял. Или скажешь, я не буду членом церкви. Ты понимаешь, что нет. Люди за членство церкви жизни полагали. Люди годами были случаи по Григорию Якисаритскому. Отлучение на 30 лет. Это был жилье. Ужас какой. За убийство 19. Это с врагами вместе были. Выдавали христиан. А потом власть переменилась. И они пришли и покалили. 30 лет. Плакать. 30 лет с ним нельзя молиться. 30 лет его нельзя человеку принимать. И он принимал это. Только не отсталкивайте. А здесь никого. Я собрал. Я не пойду в церковь. Так уходить в веру. Никакой не было. Ты понимаешь, какая тьма перед тобой разверзается. А как бы ты поступил? Да нет того, чтобы от церкви отступить. Это равнозначение, чтобы от Христа отступить. Что-то тебе не нравится. А я через корабля сейчас выпрыгну. Ну акулы плавают еще. Столько и делов тебе. Она тебя загланула. И сразу у вас пошла душа. Тело еще трое летели. А ты уже ваду будешь сидеть в огне. Безумие, бешенство. Самая настоящая одержимость бесовская. Вы вглубьтесь, суть дела, что я вам говорю. И молитесь об этом, чтобы ни у кого мыслей не было. А если было, я не можешь плачь на коленях. Переиграй все, что тебя было сделано неправильно. Церковь. Это защита твоя. Без церкви ничего нет. Здесь молитвы, здесь ангелы, здесь причастие, здесь все. Златоуст так говорит. Когда его послали, 47 епископов против него. И народ все очинулся к нему. Он говорит, идите в церковь. Так там епископу, брат твой, идите. Уйти ли, повернуться невозможно. Ни одного человека от сердца не оторвало. Книга пророка Иеремия, 7, 27. Если будут судисты, говорит, то как надо судить, о порядке, и как Моисей судил, все напоминается. Из Иекииля 23, 45. Мужи праведные будут судить судом прелюбодейцев и судом проливающих кровь. Прелюбодейцам это не буквальная измена мужу и жене, а дружба с миром называется прелюбодеей и прелюбодейцам. Да то я не изменил прелюбодейцам. Да я не убил, только гневался равнозначно. Ненавидящий брат, а есть человека убийца. И этим судом тебя будут судить, говорит Господь. 2 Петра 2, 3. Многие из любостяжания будут уловлять вас мстивыми словами. 2 Погибель их не дремлет. А кто? А те, которые обещают все за ничто. Это вот обещание коммунизма и сектанта. Всем будет рано, всем будет хорошо, всем поровно. Никогда этого не было и не будет. И везде надо трудиться и вопросы свои разрешать самому. Самому. И у нас самое лучшее это колени. Колени, простер свои к небу руки, и чтобы царство не разделилось. Душа заедина и была сделана. 1 Коринфянам 6, 2. Разве не знаете, братья, что святые будут судить мир? Нам обещана великая миссия, что мы будем судьями всего мира. Если, конечно, мы спасемся. А почему? Люди будут говорить, да вот была такая власть, да вот была так трудно, но ты устоял. Ты один отсудишь весь мир. Христов судей записал царису царскую. Она от пределов пришла другого государства. Женщина, притом женщина не простолюдинка, а царица, изнеженная. А какой ведь транспорт? Она верблюдя качается. Вы видели, как верблюдь идет и качается? Что она думала, это зачем? Послушать мудрости Соломоновой. А здесь Божественное Евангелие. Подряд пропускает богослужение, они слышат. Я стал с детьми разговаривать. Какую книгу прочитал ты за год? За год. Он не может назвать ни одной книги. А какие места писания? Он ничего не может ответить. Один ответил, порадовал меня. Я считал путешествие Пилигрима. Приятно было слышать. Я говорю, и как называется там топь, где он на это новом? Он говорит, топь уныния. Я еще раз порадовал. А теперь ты знаешь, когда бывает уныние? Дальше он не мог ответить. Память, видно, у ребенка есть, а рассуждения нет. А вот уныние у тебя должно быть. И ты не знаешь. Что тебя уже сто раз надо наказать, а отец смотрит, тебя не наказали за хулиганство. Потому что ты унывать будешь. Они уже боятся этого. Ты уже в топе уныния находишься. Родители в унынии, ты в топе загнал обоих. Учителя в унынии. Он услышал, это аллегорической форме спасения христианина. А как называется судьи? Он не мог назвать. Я говорю, госпожа слепота, говорит я, я сновиджу. Он специально показывает, госпожа слепота, чтобы с нами этого не было. Разделившееся царство не устоит. А разделившееся по чьей причине? Я вам говорил о том, как Израиль сохранял себя, отделен был от мира. На чужую скамейку не сядь, если с дома не выйдет. Они жили в своих границах, по гостям нигде не ездили. Им не надо было на другой конец плета ехать. То сатана потрудился внутри. И разделил на две группы термона на двое. Парисеи и саддукеи. Ну, я думаю, ну как вот это возникало по себе учение? Парисеи признают и то, и другое ангелов и духом. А саддукеи отрицали то и другое. Видимо и сатану отрицали, раздуха отрицали, демонов отрицали. И ангелов и души у человека отрицали. То есть это адвентисты и ягодисты, по сегодняшнему сказать. А ведь они жили вместе. Кто-то первым придумал это. А с какой целью? Если души нет, тогда и нравственность не нужна. Если души нет, тогда и мучения нет. И ада никакого нет. Тогда все позволено. Понимаешь, как сатана на двое все разделяет? Православие это полнота. Православие не устояло в полноте. Сатана потрудился через патриарха Никона. Разделил его. А дальше пошло еще дальше и дальше. А можно ли соединиться? Соединяет только любовь. Любовь по Христе. А во Христе нет разделения. Да бог и вины. А как? Как я с отцом. Когда мы говорим бог, мы даже забываем, о ком я говорю, о боге отце, о боге сыне или о боге дедуще святом. Бог и все. Вот так мы должны говорить, что я христианин, это мы все вместе. У нас ничто не может быть одно против другое. Мы одинаково должны понимать и о посевной, и о скотине, и о позьбе, и о взаимоотношениях, и о детях. Почему? У нас книга одна, один устав. А у нас трудно найти точки соприкосновения. Как разошлись сейчас все? На занятия завтра, воскресенье, не все ходят. Вопросы, которые решаются, не все. Вопрос, как раз, о десяти, и не все еще у батюшки не решен. Одни все время платят, другие не платят. Те, которые не платят в пенсии, десятую часть, не отдаёте. Вы все воры. У бога воруются. У нас, когда стали разбираться, оказалось, одна бабушка не отдаёт. Я говорю, а почему не отдаёшь? А я крещение, говорит, не у вас принимал. Ну и правда, она пришла уже в крещеное правило. Ну и что? Ты благословение священника принимаешь? Ну а как? Причащаешься, конечно. Ну а священник на что должен жить? Ты в храм заходишь туда? Ну да. Ну а на что храм ремонтируется будет? На что он будет стопиться? Ты же здесь все получаешь-то. Она не стала ходить, бросилась. Семьдесят, кажется, восемь лет. Едет в город, уже одела брифи и пошла. Через десятину Бог обнаружил, что чужой человек совершенно среди нас. Десятина – это святое восстановление. А свечки, про это нигде не говорится. В церкви торговли не должно быть. Вы проверяйте себя. А если ты не был, ко мне один такой товарищ приехал. Я говорю, а сколько ты был в отпуске? Четыре года. Работал на севере, большие деньги. Я приехал с деньгами. И сколько же ты зарабатывал? Напиши. Написал. Я работал на золотых приисках. На тяжёлом бульдозере. Правда, деньги солидные. Я даже не слыхал о таких деньгах. Сколько месяцев? Четыре года подсчитали. Ты хочешь с нами знать себя? А я с тобой не хочу. Вот если все эти деньги снимешь, сколько я сейчас насчитал, и створал у Бога, и Бога отдашь, согласен. А куда отдать? А вот куда, давай подумаем. Подумали. Чего не хватает нашему народу? Знания Слова Божия. А Слово Божие продавалось только у баптистов. Они печатали подпольное. Ты согласен? Пойдём сейчас несколько человек и отдадим баптистов им пресежно. Ты веришь им? Да, верим. Их уже сидело больше ста человек в вузах. В запечатании. Снял деньги, пошёл и отдал. Я имел в жизни этот пример. Если ты был в отъезде, что-то у тебя было непонятно, но ты получал что-то. Десятая часть Богу. Господь говорит, вы хотите получить благословение? Проверьте меня. Я открою жительницы неба для вас. Только не обкрадывайте меня. А чем мы обкрадываем? Десятиной и приношением. Десятиной и одно приношение – это другое. Это приносили всю жертву, свечи и прочее. Вы хорошо слышите? Я вам напоминаю это сегодня. И поэтому, чтобы не разделиться нам на суде Божьем, когда мы предстанем, чтобы вот это наше единение, община, она целиком предстала перед Богом, как у святого Артима Никомедийского, епископа, священномученика. Он практически, почти все общину завёл на небо. За два приёма – 32 тысячи. И ни один не отступился. Стоило только дверь открыть, выйти и пошёл домой. Ни один не вышел из храма. Фанатики, экстремисты. Да, они стремились на небо. Сегодня нам Господь напоминает через апостола Петра, через вангелиста Матфея, чтобы мы ревно трудились, чтобы у нас не было разделённости. Слушали одно, а делали другое. Раньше в инфекоммунистах было страной психологии человек. Думает одно, а говорит другое, а делает третье. Но у нас, например, мухийский сайт от одной закваски, от слова Божия. Услышал, поверил, исполнил. И тогда мы зайдём на небо с благословённым нашему Господу Иисусу Христу. Аминь.